Каждую неделю на общегородских совещаниях в администрации ХИМОК подводят итоги по количеству обращений от жителей. Около 200 из них обычно были повторными жалобами. Новый муниципальный центр управления регионом позволил сократить это число на 50%. В тестовом режиме МЦУР работал с августа прошлого года, а с января 2020-го включился уже на полную мощность. Оценить новый административный аппарат приехали глава ХИМОК Дмитрий Волошин и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Делегация прошла по всем рабочим помещениям, а завершилась экскурсия в большом конференц-зале. Современно удобно и самое главное все, что необходимо для решения всех вопросов и проблем, которые появляются в городе, которые задают жителей. Здесь возможно оперативно отреагировать, решить самые актуальные проблемы. Здесь есть возможность решать уже не откладывая в долгий ящик, а, как было рассказано, решать в течение нескольких часов либо дней. Но в зависимости от той проблемы, которую ставят граждане, обращаясь в данный центр, через систему добротельную напрямую, приходя, проводя приемы, сказали, что порядка 20 граждан в день может посещать напрямую данный центр. Можно принимать взвешенные решения, опираясь уже на конкретные проблемы, которые ставят люди, а не конкретно отдельно взятое мнение чиновников. Основная работа здесь ведется по четырем блокам – ЖКХ, энергетика, дороги, образование и здравоохранение. У сотрудников МЦУР есть вся информация по работе этих отраслей в городском округе. А все обращения граждан, в том числе с портала Добродел, обрабатываются буквально в течение нескольких часов. Когда открылся муниципальный центр управления регионом, стало удобнее отрабатывать обращения, так как тут сидят тоже специалисты от разных структур, и мы взаимодействуем достаточно плотно. То есть, если какое-то обращение есть спорный вопрос, поэтому я к коллегам подхожу, мы этот вопрос вместе прорабатываем и ответ общий готовим. В рамках рабочей поездки Игорь Брынцалов вместе с Дмитрием Волошиным посетили и Химкинский театральный каток. Ледовая площадка площадью более 2000 квадратных метров произвела на политика благоприятное впечатление. Говорят, что выходные здесь и диджей играют, музыка, хорошее светооформление, благоустроенная территория. Есть возможность и попить горячего чаю, перекусить, и все это создает такое хорошее настроение праздничное. Ну и самое главное, что это все делается бесплатно, с точки зрения, я имею в виду, возможности покататься на катке. А то, что предоставили возможность еще малому бизнесу здесь без оплаты работать и предоставлять услуги населению, это тоже очень важное решение. Театральный каток был открыт недавно, 15 декабря 2019 года. За месяц работы его посетили около 40 тысяч жителей и гостей города, а в пункте проката было выдано 7 тысяч пар коньков.